Всем привет, меня зовут Роман Кулешов и сегодня на обзоре на тест-драйве у меня новый GQ J8. Автомобиль я беру в дилерском центре Fastar на улице Большевицкой и если вы захотите самостоятельно потестировать его, запишитесь на тест-драйв, приезжайте сюда и тестируйте эту машину. Ну что, начнем обзор наш, начнем с того, что расскажу вам какая комплектация. У меня на тесте комплектация Supreme, это максимальная комплектация, но есть еще Supreme V. То есть у меня здесь одна муфта, получается межосевая только, по-моему Borg Warner здесь муфта. И есть еще комплектация с двумя муфтами, где есть муфта в заднем разрезном мосту и вот соответственно она повеселее на бездорожье. У нас чуть попроще получается в этом смысле, но на бездорожье мы сегодня не полезем. Сегодня будет такой тест-драйв дорожный, я думаю бездорожный вы уже видели. Если какой-то будет прям суперский запрос на то, чтобы сделать бездорожный тест-драйв, пишите в комментариях. И если сильно захочется, я возьму еще раз машину чисто по бездорожью потестировать. Сегодня будет дорожный тест и подробно-подробно рассмотрим функции и плюшки этой машины. Начнем с подкапотного пространства. Капот, кстати, открывается просто двойным нажатием на рычаг. Ну и соответственно у нас есть газовые упоры. Двухлитровый турбомотор, 249 лошадиных сил, 7-ступенчатый робот и полный привод. Вот так выглядит подкапотное пространство. Внешность, конечно, суперская у тачки. Прям очень зашла мне внешность. Все вплоть, начиная от ходовых огней и до решетки радиатора. Блин, классно выглядит вообще машина. На мой лично вкус суперский вообще. Здоровая она, 5 метров в длину почти. Ну, я не знаю, как на видео вам кажется. Но вживую, короче, лучше потестировать самостоятельно. Очень большая машина. Так, что мы видим из внешних опций? Радар адаптивного круиз-контроля есть. Камеры кругового обзора есть. Парктроники есть у нас. Колеса здесь 20-е. 245-50. Размерность. Прикольные диски такие двухцветные. Классно выглядят. Шины Michelin. Ну, я так понимаю, это, собственно, то, что ставится с завода. У нас здесь войлочные подкрылки. Немного грязноватые, правда. Так, спереди подвеска MacPherson. Но она регулируется изнутри. В мультимедийной системе регулируется ее свойство. Так выглядит боковая линия. У нас в машине бесключевой доступ. Выдвижные ручки вот такие. Классно, классно смотрится машина. Сзади вот так выглядит. Единственный вопрос у меня к заднице. Вот зачем вот этот вот фальшивый выхлоп делать? И не могу понять, честно говоря. Вот не укладывается у меня в голове. Для чего эти? Это как, знаете, как нарисованные брови у женщины. Ну, или усы у мужика. Ну, что попало. Но это вот лично на мой вкус. Как вам? Напишите в комментариях. Я не понимаю, нафига это. Ну, может быть, с дизайнерской точки зрения это и классно. Но мне что-то так себе. Снизу подвеска. Выглядит вот так. Вот здесь у нас просто, видите, глушитель и все. Вот зачем это, непонятно. Ну, ладно. Это вкусовщина все. Вот. Кому-то нравится, кому-то нет. У нас двухцветная машина, черная крыша. Ну, и, соответственно, автомобиль серый просто. Багажное отделение. А, давайте, знаете, посмотрим мы оптику. Сейчас я включу свет. Кстати, обратите внимание, как включается свет здесь у нас. На манер европейских автомобилей. То есть, включается вот тут вот. Включим просто ближний свет. И противотуманные фонари. Я покажу, как выглядит оптика. А, здесь же у нас, кстати, ручник. И крышка открывается багажника. Здесь электропривод, естественно. Еще, кстати, обратите внимание, электропривод у руля тут. Регулировка по высоте и по вылету. Оптика. Диодная. Вот так выглядит. Задние противотуманные фонари внизу. Оптика классно смотрится. Сейчас я аварийку включу. Аварийка включается сверху у нас. Такие активные указатели поворота. Блин, оптика мне нравится. Вот задница классно выглядит у машины. Вот только единственное, что фальшвыхлоп не мое это. Так, посмотрим дальше багажное отделение. Автомобиль у нас пятиместный. Ну, собственно, только такой вариант. Семиместных нету. Но зато багажник, смотрите, какой здоровый. Сидения раскладываются в ровный пол. Сабвуфер акустической системы здесь есть. Розетка у нас на 12 вольт. Все оббито тканью. Так, полноценное налитье запасное колесо и инструменты тут. Ой, даже здесь ниша тоже тканью обделана. Должно быть тихо в машине. Так, теперь посмотрим задний ряд сидений. Дверь у нас закрывает порог. Это классно. У нас автомобиль в светлом салоне. Как в темном выглядит, сейчас покажу вам. Так, тестовый вариант у нас на светлом салоне. А в дилерском центре стоит еще вот такая вот белая версия с черной крышей. И я хочу показать, как выглядит черный салон. На контрасте. Так. Ну, таким образом выглядит черный салон у нас. Тоже перфорированная кожа. Вставки из алькантары. Тоже черный потолок. И вот так это все выглядит. Сейчас задний ряд еще покажу. Это тоже максимальная комплектация. Вот так выглядит черная кожа. Материалы отделки, конечно, суперские вообще. Ну, а у нас в светлом салоне. Ну, и, соответственно, рассмотрим задний ряд. Материалы отделки шикарные вообще в автомобиле. Вот не стали экономить. Это видно. Здесь у нас не кожа. Ткань какая-то сверху. Тут кожаные вставки с настоящей прострочкой. Двери открываются кнопкой. Я уже слышал про то, что это неудобно. Вот вообще не согласен. Я видел видео, и я попользовался этими дверьми. Отлично, вообще удобно. Нажимаешь и пальцем, и сразу толкнул ее. Гораздо удобнее, чем ручкой. Потом локтем как-то толкать нужно. Или, ну, короче, кнопка эта. Кто бы что там ни говорил, это удобная вещь. Если не нравится кнопка, вот всегда есть ручка, пожалуйста. Можете дергать. Кнопка, еще раз повторю, на мой взгляд, просто суперудобная штука. Так, в стекле у нас есть шторка. Это классно. Сами сидения вот таким образом выглядят. Регулируется у нас угол наклона. Ну, и здесь же раскладывается сидение. Прострочка ромбом. Такие подголовники отформованы. Черный потолок. Это алькантара, насколько я понимаю. Огромная панорамная крыша. Чуть попозже открою, покажу вам. Места полно. Значит, на заднем ряду у нас есть подогрев и вентиляция сидений. И вот такие вот дефлекторы климатической системы. Правда, отдельно он здесь не регулируется. Можно переднее сидение подвинуть отсюда. Звук у нас от Sony. И вот так выглядит задний ряд. Подлокотник есть с двумя подстаканниками. Рояльный лак. Правда, тут вот это, честно говоря, такое себе решение. Я не люблю. Так, ну вот такое количество места на заднем ряду. Вот здесь у нас есть еще светильник. Ручка с микролифтом. Место на заднем ряду, ну, я не знаю. Вот я так за собой сижу. Просто тут ногу на ногу можно закидывать. Места очень много. Вот не знаю, кому нужен третий ряд. Я, честно говоря, не всегда понимаю, зачем. Вот тут я считаю, хорошо, что его нет. Просто супер. Потому что место, получается, вагон. Автомобиль у нас полноприводный. Здесь практически нет у нас тоннеля. Это тоже классно. Еще из опций классных в автомобиле есть фоновая подсветка. Ну, когда стемнеет, я вам покажу, как это выглядит. Ну, задний ряд, конечно, суперский вообще. Супер. Очень много места. Очень. Так, и по безопасности что у нас здесь есть? У нас здесь шторки. Подушки безопасности. Сиденья. Hairback написано. В общем-то, с безопасностью все хорошо здесь. Ну, место вагон, конечно. И сиденья удобные. Здесь подушка такая, она длинновастая. Вот. Ноги не висят. Но у меня рост в районе 170 сантиметров. Поэтому мне-то удобно везде. Не знаю, как ростом пассажирам будет. Но мне более чем. Вообще супер. Супер. С моим ростом просто шикарно здесь можно расположиться. Мне нравится. А еще, кстати, вот такие воздуховоды климатической системы есть. То есть здесь в ноги и здесь супер. И еще на заднем ряду две зарядки есть. Обычные USB и Type-C. Вот как ручки открываются. То есть нажимаем кнопку и толкаем дверь. Чего кому не понравилось в этих ручках вообще я не понимаю. Просто, ну, в кнопке точнее. По-моему, суперское решение. Так, дальше хочу показать вам пассажирское сидение. И это одна из фишек этого автомобиля. Помимо того, что двигается с заднего ряда. Здесь есть регулировка. Оно имеет подогрев, вентиляцию. Вот такую вот боковую поддержку. Интересную форму и у подголовника в том числе. Он так вот регулируется у нас. Большой подголовник. Удобные сидения здесь. Здесь есть у нас массаж, поясничный упор. А еще есть атаманка. Здесь кнопки управления массажем. А все управление электроприводами у нас здесь на двери. Обратите внимание, какая карта дверей. Опять же, здесь тканевая обивка. Здесь вставки из кожи. Это что-то под дерево. А может быть и дерево. Я даже не знаю. Выглядит классно это все. Пластик жесткий. Такой только вот здесь вот внизу. И то все добротно сделано. Не болтается. Опять же, кнопка открывания двери. И есть для староверов вот такая вот ручка. Назовем ее так. У нас в сидении в этом есть еще атаманка. То есть на пассажирском сидении можно супер-супер удобно расположиться. Классно вообще. Классно. Ну и понятно, электрорегулировки у всего. Так выглядит пассажирское сидение. Суперски вообще. Торпеда. Обратите внимание, как выглядит. Тоже здесь алькантара, насколько я понимаю. Вот этот материал. Но это не кожа. Вставки под дерево или дерево. Здесь кожа у нас. И вот здесь уже пластик попроще. Тут тоже все с прострочкой. С настоящей кожаной подлокотник. Здесь ниша такая. Обратите внимание тоже. Розетка есть у нас. Там Type-C разъем. Обычный USB. И вот такая штука еще. Это у нас три картриджа. С запахами. То есть у нас в салоне встроенный ароматизатор. Я уже затестил. Пахнет суперски вообще. Есть несколько режимов интенсивности. Потом покажу вам, как это настраивается все в мультимедийной системе. Так, давайте покажу, как выглядит оптика. Сейчас светло пока еще. Диодный свет, понятное дело. Но противотуманных фонарей здесь нет. То есть противотуманка включается только сзади. Те, которые я вам показывал уже. И вот, исходя из того, что я вижу, есть ощущение, что здесь какой-то как будто бы матричный свет. Честно говоря, я не разбирался. Но вот несколько диодов я там вижу. Ну-ка дальний сейчас включу. Да, вот так выглядит дальний свет. Я надеюсь, вам видно хорошо. Это матрица, скорее всего. Как свет работает ночью, я вам покажу. Естественно, здесь есть автоматическое переключение с ближнего на дальний свет. Ну и датчик света, в принципе. Как это все дело работает ночью, сегодня мы с вами посмотрим. Ну и дальше будем знакомиться с местом водителя. Такая же карта дверей, как спереди. Тоже у нас регулировка сидений здесь. Единственное, к чему я могу придраться в регулировке сидений, это то, что подушка у нас не регулируется по углу наклона. Вот эта подушка. То есть она поднимается, само сидение поднимается только вверх-вниз. Ну и все, соответственно. Вот, а регулировки по углу наклона нет. Но зато есть регулировка подушки у нас по длине. И вот это суперудобная вещь для тех, у кого длинные ноги. Классно вообще. Когда мы что-то здесь делаем, здесь появляется в мультимедийной системе возможность отрегулировать все на экране. Ну и, соответственно, три варианта памяти сидений. Вот, сидения удобные. Сидения удобные. Кстати, здесь в подголовниках, судя по всему, есть динамики аудиосистемы. Я думаю, что не просто так здесь прорези. Как работает звук, чуть попозже вам покажу. И опять же есть массаж. И у водителя. Недавно тестировал гибридный черри. Там массаж был только у пассажира. Здесь вот и у водителя тоже есть массаж. Но JQ это суббренд черри, насколько я понимаю. А я правильно понимаю. То есть, на любом случае, какие-то похожие решения есть у нас. Еще обратите внимание, педали. Здесь у нас напольная педаль газа. Намекает нам на спортивность автомобиля этого. И алюминиевые накладки на педали здесь есть. Также на спортивность нам намекает то, что у нас есть подрулевые лепестки. Ну и давайте знакомиться ближе с водительским местом. Начнем с того, что представляет у нас из себя руль. Такой D-образный он. С наплывами. Здесь управление адаптивным круиз-контролем у нас имеется. А здесь мы можем управлять мультимедийной системой. Есть ассистент русскоговорящий. И, соответственно, различные режимы. Есть даже своя карта какая-то. То есть, вот так вот выглядит у нас дисплей бортового компьютера. Супер-контрастный. Читается все классно. Мне нравится то, что здесь есть своя карта. И вот смотрите, как она может работать. Вот мы нажимаем на вот эту вот кнопку. Держим ее долго. Ну и, соответственно, у нас режим вот такой вот дисплея. Смотрите, супер вообще. То есть, видно карту. Карта, я так понимаю, обновляется. Карта какая-то специфическая. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Вот они, карты. Ну и, соответственно, она называется... Где-то я уже видел этот турбодок. Ну, в общем, нормальная карта в целом. На гугловскую похожа. Но у нас есть и Android Auto еще здесь. Смартфон, обращаю внимание, лежит у нас без провода. А Android Auto работает. Это говорит о том, что у нас здесь Android Auto беспроводной. Вот он, пожалуйста. Отлично все выглядит у нас. Яндекс.Карты, Яндекс.Музыка. Все это поавтоматически включается и выглядит супер вообще. Работает без лагов. Все здесь классно. То есть, мультимедийная система. Я подробно, наверное, не буду останавливаться. Скажу только, что здесь у нас есть различные регулировки машины. Может быть, на каких-то в дальнейшем в процессе тест-драйва остановлюсь. Есть видеорегистратор встроенный. И вот, собственно, камеры кругового обзора с шикарным разрешением. 3D эффект есть. Все работает отлично. С камерами здесь все в порядке. Ну, инструкции по эксплуатации. Климат. Контроль здесь у нас. Соответственно, он двухзонный. Можно включать обогрев стекла нитями. Здесь у нас полностью есть. Также настройки ароматов. То, про что я говорил. Здесь встроенный у нас ароматизатор. Еще какие-то дополнительные настройки сидения регулируются у нас опять же здесь. Мы можем включить подогрев сзади. Подогрев либо вентиляция, по-моему, только с заднего. Да, да. Подогрев можем включить из мультимедийной системы. Здесь можем вентиляцию включить. Ну, и, соответственно, что-то выбрать. Я не заметил, чтобы здесь регулировался у нас как-то массаж. То есть, когда мы кнопку нажимаем, только у нас появляется, соответственно, либо водительское, либо пассажирское сидение. И мы можем выбрать интенсивность и варианты массажа. Массаж офигенный, кстати говоря. Иногда бывает он такой себе. Здесь прям хорошо жмет тебя. Классный массаж. Вот. Вот так вот выглядит, в общем, мультимедийная система. Красиво нарисованная. Все здесь нормально. Ну, по настройкам, я говорю, в процессе теста, может быть, вам покажу еще что-то в настройках автомобиля. Ну, допустим, там какие вещи есть. Удержание в полосе, различные ассистенты. То есть, все это дело я вам уже неоднократно показывал. И здесь это в целом все есть. Единственное, что прикольно тут именно, это, допустим, тормоз. Мы можем чувствительность педали тормоза настроить. Типа на спортивный манер, допустим. Вот это вот классно. Я поставил и реально усилия разные. То есть, в спорт режиме гораздо прикольнее это все дело выглядит. Вот, даже система регулирования угла наклона, подвески. Ну-ка, что это такое? Секунду. Ничего себе. Крены, подвески даже можно регулировать, когда на тормоз жмешь. Офигеть. Давайте поставим высокую. Не хочу, чтобы кренилась машина. Круто вообще, круто. То есть, ну, здесь очень-очень много опций активной безопасности. В процессе теста я часть вам, может быть, покажу. Еще хотел бы на чем остановиться, это проекционный дисплей. Здесь это все дело настраивается у нас. Яркость, высота и прочее. Ну, и, соответственно, можно настроить то, чего мы в него будем видеть. И я вот надеюсь, вам видно его. Суперский вообще проекционный дисплей. Он здоровенный тут. Вот один из лучших проекционных дисплеев, которых я когда-либо где-то видел. Это вот он. Вообще классно. То есть, он не мешает обзору и одновременно очень информативный и крупный шрифт здесь. Вообще супер. Вот проекционный дисплей реально крутой. Так, дальше давайте покажу вам панорамную крышу. Смотрите, каких она размеров. Нереальная просто. Здоровая панорамная крыша. Ну, в целом, черный потолок. Вообще, честно говоря, когда я сел в эту машину, я прям офигел. Я прям такой сел и думаю, вау. Реально классно вообще. Вот мне нравится и то, как выглядит панель торпеда. Вот эти вот воздуховоды климатической системы. То есть, они с таким... Ну, короче, очень элегантно двигаются. Здесь нет расхлябанности, какой-то вот дешевизны, какой-то кнопки. Все выполнены классно вообще. Вот чё-чё, а вот именно с точки зрения дизайна, по-моему, вообще супер. Ну, я не знаю, как на видео вам, конечно, можно оценить это все дело. Но вот на мой вкус вообще офигенно здесь все выглядит. Ну, ладно, давайте по опциям дальше пойдем. Есть у нас здесь подлокотник с такими створками. Он у нас охлаждается, либо подогревается. Ну, это все дело закрыть, можно открыть. Ну, и, соответственно, здесь у нас подсветка есть. Сюда углубление, какой-то подлокотник большой. Здесь у нас звук регулируется. Очень удобно, что можно звук регулировать здесь. То есть, добавить, убавить, выключить мультимедийную систему. Удобно. Здесь материалы классные. Вот отсюда я бы убрал бы еще рояльный пластик. Вот он, я считаю, нафиг тут не нужен. Но, допустим, он тут есть. Ладно. Значит, есть подстаканники. Также мы здесь можем регулировать часть теплых опций. Это подогрев стекла. Напомню, у нас его нитями. И подогрев сидений. Это у нас управление мехатронным шасси, так называемое. Есть различные режимы. Нормал, спорт, снег, грязь. Ну и так далее. То есть, бездорожных режимов, видите, много здесь. Классная анимация. Здесь, кстати, тоже это повторяется. Мы пока в эко поедем. Ну, вот, соответственно, вот этой шайбой все регулируется. Есть у нас беспроводная зарядка. В очень удобном месте. Сюда кладем с охлаждением. Работает. Все супер. Заряжает хорошо телефон. Она, правда, не быстрая, но заряжает нормально. Я уже потестил сегодня. Так, ну вот, собственно, наверное, так. Я уже что-то много наговорил. Наверное, я все озвучил, что хотел. В процессе тыс-драйва еще, может быть, покажу. А, ну, смотрите, еще какие штуки. Здесь управляется передача таким образом на рычаге. На манер некоторых немецких брендов. То есть, вперед-назад и паркинг у нас здесь включается. А свет управляется вот тут. Ну, здесь мы можем включить дворники, включить-выключить авторежим. И здесь мы можем включить-выключить ближний и дальний свет, указатели поворота. Они нормальные, кстати. То есть, фиксируется поворот. На некоторых брендах есть такое, что ты нажал клавиши и непонятно, как включить. Здесь все нормально. С этим тройное нажатие есть. То есть, один раз мы нажали и три раза у нас включается указатель поворота. И, соответственно, когда мы включаем поворот, у нас подсвечивается нужный нам сектор камер. То есть, если направо мы поворачиваем, вот еще раз, у нас подсвечивается правая сторона для удобства поворота. Классно. Так, что еще здесь? Ну, наверное, в целом, в целом все по опциям. Надеюсь, все подробно рассказал вам. Очень многие люди, кстати, мне говорят про то, что я слишком много внимания уделяю этим вещам. Но МАИТ из здравия в основном для тех людей, которые рассматривают для покупки машину. И все эти мелкие нюансы им очень важно знать. Поэтому я так вот подробно рассказываю про все, что здесь вижу. Вот еще, кстати, здесь есть такой, что это, как назвать? В общем, мониторит состояние водителя через вот эти вот... Тут камеры, система камер, либо сенсоров, которые мониторят ваше состояние и говорят вам, что вы устали, допустим. Здесь это все у нас в этом небольшом месте. Еще, кстати, посмотрите, какое большое зеркало тут. Подсветка есть и большое зеркало. Аудиосистема, здесь Sony. По поводу аудиосистемы, кстати, первый раз, когда я где-то в каком-то автомобиле, я уже не помню, в каком, видел аудиосистему Sony, ну, показалось мне такой фигней. Вот вообще такой звук отвратительный был. А здесь Sony играет очень хорошо. Ну, попозже опять я вам покажу, как это все работает. Включу звук, послушайте его, правда, через микрофон, но все-таки. Вот. В общем, так. Про опции, надеюсь, про все рассказал. То, что хотел. Поедем кататься. И то, что не рассказал еще, расскажу вам в процессе движения. Так, ну что, погнали тестить машину. Знаете, на что хотел внимание ваше обратить? Вот у меня камера, она поддерживает быструю зарядку. Здесь у нас быстрая зарядка в Type-C разъеме имеется. Ну-ка, сейчас попробуем подключить ее, посмотрим, быстрая ли зарядка у нас. Ну-ка. Так, сейчас я включу. Да, быстрая зарядка, написано, все поддерживается. Круто, круто. Так, хочется немножко рассказать вам про настройки подвески. Здесь подвеска непростая. У нас амортизаторы регулируются по жесткости. И настройка эта происходит здесь. Вот в режиме, не в режиме, точнее, в разделе меню автомобиль мы можем выбрать настройки подвески. Сюда нажимаем. Ну и, соответственно, можем выбрать настройку среднюю, стандарт и спортивную. Вот я выбираю спортивную подвеску. И оставим это так. Давайте посмотрим, что еще здесь есть интересного. Беспроводную зарядку, кстати, здесь же мы можем выключить, если что. Помощь при посадке у нас имеется. Это значит, что когда мы садимся, у нас сидение отодвигается. Ну, точнее, наоборот, когда глушим мы автомобиль, сидение отодвигается назад, и мы можем лучше выйти. Нам проще это сделать. Так, ну, в общем, из интересного здесь настройки, конечно, подвески. Ну, вот, соответственно, мы в спортивном режиме ее поставим сейчас. Должна лучше рулиться машина. Вот, потом еще попробую в стандарте прокатиться. Посмотрим, что получится. И есть ли разница. А вот еще одна штука, про которую я уже говорил. Это так называемая умная помощь при дальнем свете. Здесь можно подсказку нажать и вот прочитать. Ассистент автоматически включает дальний свет фар и автоматически переключает дальний ближний свет фар. Ночью посмотрим, как это работает. Так, пара вещей касательно шумоизоляции. Обратите внимание, что здесь у нас двойные стекла стоят. А еще возник вопрос, как отключить всякие курсовые устойчивости и прочие вещи. Шторочка сверху. Есть у нас режим спуска с уклона. Вот он включается. И вот она у нас отображается здесь пиктограммой. Также можно выключить соответствие. Но можно вырубить парктроники. Проекционный дисплей. Система старт-стоп бесячая. Так, мы ее отключаем. Так, она нафиг нам не нужна. Автохолд. Автохолд у нас включен. Вот он пусть будет. Вот. Все. Вот так вот оставляем. Так, а что можно добавить, кстати говоря? А, ну у нас почти все есть. А это что такое? А, камеры. Понятно. По поводу зарядки беспроводной соврал вам немножко. 50 ватт, быстрая беспроводная зарядка здесь. Еще, кстати, не сразу понял, где руль тут. Включается обогрев руля, точнее. Вот, нажимаем сюда. И у нас на самом руле есть вот такая вот кнопка. Обогрев руля. Ну-ка, посмотрим, все колесо греется или нет. Так. Да, все греется. Классно. Беру различные системы. Например, система регулировки тормозного усилия. Нажимаю средний. Ну-ка, на тормоз. Так. А ну-ка, теперь в спортивном. Ой, правда, реагирует гораздо, гораздо более жестко. Скажем так, минимальное нажатие. И сразу раз-раз, и тормозим. Круто. Еще, кстати, посмотрите, какая штука. Но здесь мы клавишу можем назначить избранную. Я назначил клавишу автомобиль, скажем так. То есть, и мы можем выбирать различные режимы. Допустим, стандарт. Режим стандарт. Спорт. Минуя шайбу эту. И, то есть, нажимая вот здесь. И еще, смотрите, какая прикольная штука. Здесь можно нажать вот эту кнопку распределения крутящего момента. И тут мы видим, сколько крутящего момента на какие колеса передается. То есть, по умолчанию, по умолчанию у нас 50%, видите. Сейчас я с газа убрал. Чуть-чуть добавляю газ. Чуть-чуть, да, на заднюю ось практически всегда передается какой-то момент крутящий. Это круто. Это означает, что она у нас всегда готова. И в целом, допустим, я нажимаю. Раз. И у нас большая часть момента даже на заднюю ось передается. И это дает нам суперское ускорение. Кстати говоря, про разгон. Заявленный разгон у нас 8,5 секунд до сотки. Не то, чтобы супербыстро, но и не то, чтобы плохо. Хороший разгон. Так, короче, обещал показать, как звук работает в Соневске. Слушайте. Блин, ну через микрофон, наверное, не слышно. Но вообще нормально работает звук. Так, пара слов про адаптивный круиз-контроль. Это концерн Chery, напомню. Поэтому здесь он работает так же, как во всех остальных автомобилях марки Chery, Amoda, G-Tour. И везде, где, в принципе, он похоже используется. Сейчас найдем разметку. Покажу вам, как это работает. Вот у нас образовалась разметка режима у круиз-контроля адаптивного 2. То есть мы можем один раз вот эту кнопку нажать, вот эту вот, и у нас он просто будет в адаптивном круизе работать и все. А можем нажать и удерживать. И тогда у нас, соответственно, включается так называемый автопилот. Так, сейчас мы добавим скорости. И вот когда у нас, значит, все условия соблюдаются, видит разметку. Ну, я думаю, видно вам на проекционном дисплее. Вот, видит он разметку. Буквка А. Вот это горит у нас. Та-да-да-да-да. Горит у нас синим цветом. Соответственно, автомобиль у нас удерживается в середине полосы. И нам можно практически ничего не делать. Вот. Так работает эта система. Я уже подробно рассказывал не один раз, поэтому останавливаться не буду. Здесь все работает точно так же. Классно. Вот. Адаптивный круиз зачетный. Ну, и вот, когда он отключается, тоже нас предупреждает. Но отключается он, когда, соответственно, мы останавливаемся. Тоже больше трех секунд стоим. Нужно будет на какую-нибудь кнопочку нажать. Ну, допустим, сюда. И он тогда поедет. Либо газ. Вот автомобили у нас тронули. Сейчас у нас предупредит, что они отъезжают. Машина впереди уехала. Нажимаем газ. Ну, и все. И, соответственно, у нас автомобиль сам начинает движение. Я, напомню, ничего не делаю. Вот. Ни газ, ни тормоз, ни жму, ни руками ничего не делаю. Вот. В середине полосы он меня прекрасно держит. Да-да-да. Напоминаю только, что нужно за руль держаться. Вот. Так работает круиз-контроль. Максимум, кстати, в круиз-контроле 150 км в час. То есть до 150 км в час у нас он работает. Ну, и, конечно же, есть всяческие мониторинги слепых зон в зеркалах. Также здесь они у нас отображаются. Он, кстати, постоянно говорит, чтобы я сосредоточился на вождении, когда я часто головой поворачиваю. Вот. Мониторинги слепых зон как работает. Вон у нас машина в слепой зоне. Значит, у нас работает он в зеркале. Ну, вот, допустим, здесь видно. И также здесь у нас на дисплее видно, что машина какая-то в слепой зоне есть. Кстати говоря, затестил аромат. Включил бодрящий. И на максимум поставил. Короче, здесь 5 вариантов интенсивности его включается. Ну, соответственно, я на пятый поставил бодрящий. Запах классный. Запах прикольный. Мне понравился. Так, я тут, короче, решил немножко подзабалдеть. Сел на пассажирское сидение. Откинул оттаманку под ноги. Вот. И решил попробовать, как тут работает массаж. Так, нажимаем кнопочку массажа. Волна. Средняя интенсивность. Нет, давайте-ка высокую мы включим. О! Все, и погнали. Массаж, кстати, реально такой прям... Приличный. Прям прощупывает хорошо. А ну-ка я попробую сейчас включить немножко другой вариант. Только компрессию. Раз. О! Так. И маленько еще откинуть сидение. Вот так. Супер вообще. Для пассажира здесь все условия переднего ряда. Можно ехать прям по кайфу с массажем. Так, подголовник еще можно настроить. Чтоб не вываливалась голова. Вообще супер. Знаете, еще что хотел сказать по поводу вот этой всей истории с переключением передач здесь на рычаге. Блин! Это удобно, честно говоря. И здесь, в принципе, все понятно. То есть с дворниками передачи просто оп. Включаем заднюю. И поехали. Камеры шикарные. Кругового обзора. Вот выезжаем из парковки. Так. Я вот ориентируюсь только на камеры сейчас. Зеркала почти ничего не смотрю. Ну, так контролирую немного. Все равно страшновато. И привычка есть смотреть в зеркала. Вот. А так по камерам вообще можно спокойно выезжать с парковки. Классно. Так. Сеанс массажа провел я. Сейчас поедем еще. Прокатимся. Есть разговор. О, кстати, вот. Когда автомобиль нашу траекторию пересекает. Видите, здесь вот. Горело таким красным. Сейчас еще раз. Вот. Раз. И что? У нас тут вот может врезаться машина в нас. Нас предупреждает. Классно. Удобно. Блин. Вообще. Все эти системы, конечно, сильно упрощают жизнь. И оп. Передняя передача. Удобно. Удобно. Блин. Это все удобно. Знаете, вот только вопрос, какой у меня возник по поводу материалов отделки. Значит. Вот здесь у нас ткань. Здесь не кожа. И вот мне интересно. У нас есть категория четких типов, которые вот так вот ездят. И что будет вот с этим материалом интересно? Он зашоркается или нет? Насколько он износостойкий? Вот если автомобиль попадется в руки четкому какому-нибудь владельцу. Я так не езжу, но есть люди, которые ездят. И вот что будет с ним? Так, конечно, на ощупь-то прикольно. Это приятно. Приятнее, чем кожа. Мне больше нравится. Вот. И такой выглядит он, конечно, бодро этот материал. Но вот по поводу износостойкости. Интересно было бы посмотреть, что с ним будет через 100 тысяч пробега. Короче, сегодня я езжу вот в спорт режиме. Во-первых. Во-вторых, у меня по спортивному настроен руль здесь в настройках. Потом у нас спортивная подвеска еще. Тоже зажато все. Напомню, здесь она регулируется жестко, сильно. Вот. И спортивные тормоза. То есть все в максимальном спорте. И что я имею сказать? Значит, по поводу робота у меня есть вопрос. Все пишут, вот робот, робот, вот я в спорт режиме даже езжу, и он даже тут каких-то особых резких движений, дерганий там не совершает. То есть даже в спорт режиме он вполне себе комфортно переключает передачи. Чего вы все доколупались до этого робота? Вот. У меня вопрос. Есть ли какие-то, ну, прям обоснованные претензии? Вот напишите, кто пользовался, что не так с роботом? Вот что с ним конкретно не так? Я, честно говоря, не понимаю. Вот. Я, во всяком случае, уже которая машина на роботе у меня китайская, я езжу, никаких вопросов вообще ноль. Вот просто у меня ноль вопросов. Прекрасно вообще все работает. А люди пишут, вот робот, робот, что не так с роботом? Жду комментарий ваш. По поводу звука еще. Здесь реально в подголовнике есть динамики, и можно поставить стандартный звук. Так, общий какой-то. Ну, в общем, не работает вот здесь. А вот только в подголовнике нажимаем, мы слышим звук только в подголовнике. Ну, он такой себе, честно говоря. А вот стандарт, хороший звук, хороший прям. Слышите, да? Нормальный. Так, включил я режим эко. И стандартный режим в подвеске я настроил. И гораздо мягче, конечно, машина становится. Гораздо. И это прямо ощутимо. Все-таки реально здесь работает настройка амортизаторов. А еще в эко режиме вообще суперский робот работает. Очень комфортно. Очень аккуратненько едет он. Классно. Еще, кстати, знаете, какую-то штуку заметил. Здесь внутренней памяти 128 гигабайт, из которых 116 аж использовано. Вот интересно, чем? Системой, что ли? Что тут столько занимает места? Интересно. Замерить разгон до 100 км в час. Правда, я в машине не один. Короче, сейчас... Да я вешал 30 кг. Ну да. Сейчас попробуем. В общем, смотри, нормально он работает. Я не буду запись с экрана включать. Пусть отсюда прям. Вот. 8,5 заявленный секунд. Просто в эко режиме едем. Газ в пол. Ага. 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 Сколько? 7,7. Да ну нафиг. 7,7. Да, блин, ерунда. По ощущениям все комбинации. Да ну нафиг. Не, быстро он поехал. Пожалуйста. 7,7. Слушай, нифига себе, блин. Да не, я не верю. Не веришь? Нет, не то. Ну, не было такого ускорения. 7,7 это что, быстро по-твоему что ли? Это нормальное ускорение. Ощущение было как будто и 15. Нет. Так, короче, товарищ Влад говорит, что слишком быстро. Значит, мы сделали что сейчас? Включили спорт режим, выключили курсовую устойчивость. И сейчас, короче, попробуем. Кондиционер еще. А, да, еще кондиционер вырубили. И сейчас маленько поток пропустим и попробуем бахнуть. Ну-ка. Газ в пол просто. Так. И что, и что? 8,3 прикинь. Сейчас вот медленнее даже мы поехали. Ну вот, вот, вот. Мне показалось, что первый раз замер был вот таким некорректным. А мне что-то показалось, что первый раз мы быстрее поехали наоборот. Левый. Что-то подумал. Так. 8,5 сейчас паспорт показал. Слушай, ну может реально тогда неправильно. Ну, короче, фиг с ним. В общем, около паспорта он показывает. Вот с двух педалей что-то не очень быстро он поехал. Мне кажется... Да, вот когда мы первый раз включили, просто в эко, такое ощущение, что он быстрее набирал. Не было? Я сказал, что он реально... Да? Может быть, может быть. Ну, короче, фиг с ним. Паспорт он показывает. В любом случае, короче, едет хорошо машина. Так, ну что, у нас есть тут автоэксперт. Это я. Это Влад. По китайцам. Короче, сейчас мы спросим его мнение. Так. Короче, товарищ Влад, вот так вот можно написать и найдете, если что. Влад Ринден. Вот. Ну что, как тебе тачка-то, Влад? Слушай, ну, честно сказать, во-первых, уже перестал удивлять, если бы этого китайца увидел бы года три назад, я бы сказал, да ну нафиг. Эта машина реально у нас такая есть. Особенно панорама, да? Да. Сейчас уже, конечно, все привычно, но... Вишен, недавно просто у нас кончибы это тестили, поэтому он тоже маленечко разбаловал, но если бы кончибы и тестили, короче, что мне понравилось очень сильно. Есть массаж на сиденье переднем, причем не только водителя, но и пассажирского переднего есть. Вентиляция, подогрев. Вентиляция, подогрев на заднем ряду есть. Ну, подогрев, подогрев, вовно, на вентиляции уже дома есть. А вентиляция на заднем ряду? А, ну это да, круто. Проекция неплохая. Ну, как-то плохая, но с другой стороны, наверное, как-то настраиваются. Сейчас ехали, сейчас стало темнеть, она стала мне глаза слепить. Яркость меняется. Верен, что яркость меняется, да, это все поправимо. Понравилось очень сильно то, что здесь CarPlay и Android Auto без проводов. Это очень круто. Даже Mercedes-Benz не могут это позволить, блин. Mercedes-Benz. Хотя здесь ручка переключения передач вперед-назад, как на Mercedes-Benz. Да, ну, нет, может, где-то свежих процессов уже это позволили себе, но вообще не так давно это еще все было. В BMW X7 в новом нету этого круиз-контроля адаптивного. А, ну нет, там подписка вроде я слышал. И какие-то, короче, когда с дефицитом чипов была какая-то фигня, в общем, была у них, ну, не так легко доступна, как здесь. Нет, конечно, по-моему, отцы, единственное, что есть беспроводная зарядка, но почему нету второго здесь? Сделали, а это было вообще просто круто. Я вот недавно тестировал один автомобиль, там, без зарядки. В общем, едет обычный, ну как, ну, неплохо, но уже обычный. Ну, уже привычный, да. Ну, мы с тобой, что там, 8,5 намерили все-таки, да. Ну, полный привод для Сибири, как обычно, это круто. По ручкам, я не знаю, Роман говорит, что все нормально будет. Я просто знаю, что у меня самого такой вопрос уже был, о, как же здесь ручки будут зимой, а минус 40. Во-первых, минус 40 у нас уже нечасто. Короче, владельцы говорят нормально, если это, ну, только если обледенело все, как ты говорил, там, вот тогда, наверное, не очень. Ну, вот, гир. Я что-то такого не видел ни разу, честно говоря. Короче, приятная тачка, материалы мне нравятся. Здесь, я говорю, решение такое нестандартное, то есть необычная кожа такая. Как ткань, потолок вообще крутой, вот эта ткань. Это, 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 Алькантара, да. Темная Алькантара, блин, это очень приятно и очень классно смотрится. Панорама, на которой ничего не вижу, но она есть, блин, она крутая, люк открывается. Сзади тоже комфортно. Место много, да. Бардашки такие понятные, большие. Нифига, видел, да, сколько? Рацелое ведро и охлаждают. Не, просто, а, ну, та, все понятно, если как вадимик, то все понятно, там, здесь, а, реально бутылки влезут в такие большие. Банки точно, мне кажется, даже подсвечкой, вот эта лизика. Слушай, ну, вот это прям круто, да, сделали. Есть миша, ну, машина приятная во всем. Внешне смотрится тоже неплохо, но это уже на любителя. Ну, внешность, да. Да, ну, неплохо, на мой взгляд. Ну, это эти стандартные, даже не стандартные, а очень хорошие функции для Сибири. Подогрев полностью сезонного лобового стекла, подогрев сиденья от этого всего имеется. Руль тоже греется. Да, а руль тоже греется. Да, все есть. До Сибири, да, ну, такая, может сказать, русифицированная для нас. Кстати, и перевод в мультимедийке нормальный. Как отличает музыка, не проверили. Соневская, хорошо, да? Ну, сейчас включим, посмотрим. Ну, короче, да, ну, адаптивный круиз-контроль, вот это все имеется. То есть, что еще для счастья надо? Ну-ка, я даже забыл, все еще нужно для счастья обычно у людей. Деньги, чтобы купить ее. Деньги есть, купил. Вроде все такое основное есть. Просто я не буду вспомнить того, чего здесь нет. Все есть. Здесь даже есть встроенный регистратор, тебе не надо весить ничего. Ну, тоже уже много поставил, а по затемнению. Ну, в общем, реально все есть. Проекция, это все-все-все-все-все. Мне на ум не приходит. Напишите, что здесь нету, в отличие от других современных автомобилей. Да, кстати, интересно было, было. Я, потому что сейчас вот на скорую руку не могу припомнить. Вроде есть реально все. Вот и все. Короче, мой вердикт. За ее ценник, теперь все дорого, к сожалению, все дорого. Давайте от реальности отталкиваться. Не так вот то, что 5 миллионов это дорого, а вот что ты возьмешь новое за 5 миллионов. Да ничего, наверное. Вот за 5 миллионов она дешевле даже, чем 5 миллионов. Ну, 5 это супер топ с двумя муфтами. Да, но в этой комплектации дешевле. Ну, то есть... Там еще скидки можно какие-то получить. Давайте рассматривать именно новая машина. Что я могу взять? Новая дилерская. Новая дилерская. С гарантией тут, по-моему, больше до 100 лет. Да, теперь, нынешних ситуаций. А если бы это было года два, я бы сказал, очень дорого, хоть и красиво. Сейчас это нормально. Да, я согласен. Роман, хватит мне снимать, я запарил. Снимаю, знаешь, кого? Мы ведем видеофиксацию. Видеосъемка. Фиксируй, ты знаешь, где будешь? В другом месте. Понятно. Так, поехали дальше. Так, что хотел вам показать, ребят. Смотрите, как выглядит фоновая подсветка. Такой бирюзовый цвет. Так, сейчас немножко мы экспозицию понизим. Вот так вот. Тема меняется на темную. Здесь автоматически. И вот так вот все выглядит круто вообще. Ну, и вот такая подсветка. Есть у нее различные варианты настроек. Сейчас покажу вам. Ну, вот, допустим, сейчас можно выбрать из градиента. Там любой цвет, видите, да? То есть абсолютно круто. Вот. Можно монохромную подсветку. То есть, ну, какой-то цвет определенный. Под режимы вождения будет, которое подстраиваться. И под музыкальный ритм. Прикольно. Под ритм классно мерцает. Зону подсветки можно выбрать. То есть, заднюю, переднюю. И это все дело настроить можно. Удобно очень. Так. Сейчас. Вот так вот сфокусируемся. Ну, вообще выглядит, конечно, это все классно. Обратите внимание, спереди. Ну, и вот сзади. Вообще круто. Так, теперь хочу показать вам, как работают осветительные приборы. Это ближний свет. Посмотрите, какой ровный пучок. Вот. Классный, вообще, диодный свет здесь. Так у нас работает дальний. Ближний. Дальний. Дальний. Причем автоматический, кстати говоря. Здесь буковка А у нас. Загорается, и он автоматически включается. Дальний свет. Еще раз, посмотрите. Вот этот дальний свет. Напомню, автоматически включился. Просто как днем вообще дорогу видно. Супер вообще. Реально очень круто. Очень круто работает свет здесь. Мне нравится то, что ближний свет. Очень классный пучок. Так, хочу теперь в ночное время показать осветительные приборы. Ну вот, смотрите, есть такая подсветка на двери. В салоне, конечно, вообще супер. Сейчас снаружи покажу. Так. Да-да-да. Так выглядят задние фонари. Сейчас мы немножко экспозицию понизим. Ну, вот так вот. Еще даже, наверное. Вот. Выглядит задний фонарь таким образом. Круто. Ну и вот передний свет. Это ближний. Не матричные оказались, блин, фары. Жалко, конечно. Вот так выглядит передняя оптика. Это ближний свет фар. Так выглядит дальний свет. Ну и покажу вот сейчас. Вот сама фара. Блин, засвечивает, конечно, насильно. Потому что лупит очень-очень мощно свет. В общем, похоже, блин, на матрицу. Меня вот она и смутила. Сейчас, я не знаю, попробую сфокусироваться. Вот видите, как она выглядит? Как будто сетка там какая-то. Вот здесь вот, видите? И мне показалось, что это матрица. Что он может вырезать пучки. Но на самом деле этого не происходит здесь. Так, думал, гадал, какой же здесь свет. Матричный или просто обычный диодный. Ну и в целом оказывается, что просто диодный свет. Ну и вот, соответственно, вариант у нас только тот, что, соответственно, с ближнего на дальнего. На дальний он автоматически переключается, вот как сейчас вы видите. Но сейчас, если встречка поедет, покажу, как это происходит в автоматическом режиме. Но свет, конечно, шикарный. Так, вот я ничего не делаю. Автоматом переключается автомобиль с дальнего на ближний свет. Круто. Это удобная, конечно, штука. Ничего не скажешь. Так, опять я со своим светом. Смотрите, какая граница у дальнего, ой, у ближнего света. И вот дальний. Блин, свет очень мощный. Еще пара слов про уровень акустического комфорта. В общем-то и в целом, в машине нормально. Опять же, не сильная сторона этого автомобиля шумоизоляция, скажем так. Но я вот, наверное, уже говорил, еще раз повторю, если вы покупаете автомобиль за эти деньги, там 4-5 миллионов рублей, потратите еще 100-200 тысяч на шумоизоляцию. И будет счастье. А еще лучше, плюс еще там 1020 и за антикорить нищие и скрытые полости. Вот тогда будет нормально. Так, сейчас я еду порядка где-то, сколько у нас получается, 80 километров в час. Сейчас включу шумомер, покажу вам уровень шума. В целом, не сказать, что здесь прям супер тихо, но вполне себе двойные стекла, войлочные подкрылки дают о себе знать. Если сделать еще дополнительную шумоизоляцию, будет вообще прекрасно. Я, честно говоря, прекрасно понимаю, производители, почему они этого не делают. Потому что это не всем нужно. Вот таким людям, как я, я бы, допустим, не стал бы заморачиваться. Меня вполне устраивает и такой уровень комфорта. Но есть люди, которым нужно больше. Пожалуйста, допом сделайте и вообще никакие проблемы. Я вообще не вижу в этом проблемы, честно говоря. Я считаю, что это вполне себе можно позволить сделать. Так, ну что, доброе утро. Короче, сейчас будет немножко про активность моей аудитории. И смешно, с одной стороны, и не очень, с другой. В общем, я снял короткий ролик про машину и сказал, что если у вас будут какие-то вопросы, вы их задавайте. И я на них отвечу. Вопросы в комментариях надо было писать. Так, начнем с группы во ВКонтакте. Значит, вот он ролик. Заходим в комментарии. Комментариев к клипу. Лайки даже какие-то есть. Ноль. Так, во ВКонтакте, короче, ну как-то не очень вышло, да? Дальше идем на YouTube. Тут, короче, два каких-то есть вроде как, но там не вопросы. Вот кому интересно будет, зайдите, гляньте. Там выровнять нужно сначала типа новые. И потом YouTube покажет, потому что не очень корректные они. Короче, тоже вопросов ноль у моей аудитории по машине. Дальше я выложил в Дзен даже короткий ролик. И что вы думаете, тут есть комментарии? Пока здесь тихо написано. Так, ладно, хорошо, идем дальше. У меня же есть канал в Телеграм. Вот он. Может, тут. А тут что? Комментариев пока нет. Короче, никому никаких вопросов не захотелось задать. Ну и, соответственно, мне и не на что отвечать. Поэтому все, что вы увидели в ролике, это сугубо то, что вот я посчитал нужным рассказать. Кому интересно будет общаться со мной в таком формате, подписывайтесь на все соцсети. Я буду выкладывать периодически такие вот ролики про машины короткие. И если вдруг у вас будут какие-то вопросы, я готов с вами общаться. Готовы ли вы? Вот. Все, поехал в дилерский центр. Нужно отдать машину. И сейчас будет порция выводов моих. Все, еду я в дилерский центр. В общем, что касается выводов, тезисы из видео я, наверное, повторять не буду. Смысла в этом я не вижу. Машина классная. Мне понравилась. В принципе, плюсы и минусы все вы уже услышали. Я считаю, что если вы рассматриваете к покупке машину, то нужно обязательно съездить самостоятельно, потестировать. Посмотреть, понравится движение вам или нет. Она вообще в принципе в эксплуатации. Хотя за тест-драйв тяжело, конечно, это сделать. Даже за такой, как у меня, который длительный довольно был. Желательно вы поездите какое-то время, может быть, даже не один годик, понять, какие есть болячки, какие есть плюсы. И тогда уже какие-то выводы можно делать. Но исходя из того, что я увидел, мне машина, конечно, понравилась. Блин, куча опций, классные материалы, отделки. И все здесь так, все нормально. И в целом машина классная. Вот. Такой получился обзор тест-драйв. Подписывайтесь на все соцсети, которые вам интересны. Будем общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok